Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, попутчики и недруги! Слава Украине! Смерть врагам! Извините, подписчики и все мои поклонники о том, что очень долго не было у меня фильмов. Потому что сперва болела мама, потом, понятное дело, похороны, ну и сразу прилетела война. Три месяца я, как говорится, перед войной занимался обучением самообороны, ну а потом, буквально через неделю прилетела война. Так что как-то не было такой возможности с вами пообщаться. Идей очень много, заказы, как говорится, были, но до поры, до времени, пока рашисты не стали куярить, блин, по всей Украине. То есть практически рыбалка. Сами понимаете, у меня в Харькове-то никакой и никак. Потому что буквально 75% заминировано все, поля побиты, порушено, разрушений очень много. Ну и опять же, на день по 10 раз сирены, прилеты 2-3 раза. За редким исключением, когда не прилетают ракеты с Белгорода. Ну давайте начнем немножко с необычного. Ну вот перед вами ручейник. Это у меня, я честно говоря, и может и не делал бы фильм. Но с Николаева подписчик у меня заказал в надежде на то, что будет зима, чтобы я изготовил... Сейчас я чуть-чуть, давайте, камеру пока уберу дальше. Будет зима, и у него есть надежда порыбачить на бокоплавчике и ручейнике. Я в ручейниках уже делал в вагон и маленькая тележка, но попросил заказчик изготовить вот такого хитрого ручейника, чтобы спинка была зеленая, а брюшко и лапки были красные. Ну вот я и хотел бы с вами поделиться, как говорится, сначала и до самого, как говорится, завершения вязания нашего бокоплава. Я сразу скажу, друзья мои, у нас в Украине бокоплавы немножечко специфические, то есть там габариты его до 12, максимум 14 миллиметров, поэтому, исходя из этого, крючок я брал 12-14 номер. Это, как вы видите, граб-шримп, так, приблизим, граб-шримп и форма, а вот что еще, видите, с боковым загибом, в большей степени, как говорится, их используют для карповых. Ну и пошли дальше. Берем, нам нужен свинец. И вот я специально чуть-чуть отвлекся, и вот нужна вот такая вот пленка. Это не совсем полиэтилен, но если его у вас нет, это вот из упаковок, там разных и одеялы, одеяло, белье и все, что угодно. Вот продавалось. Я тут у жены повзаимствовал, когда оно пришло в негодность. Нам нужна полосочка. Что касается огрузки, я специально, многие мне писали, что не всегда получается использовать вот тот свинец, который есть у них, что приходится немножко мучиться. Я вот взял это хендосовский. Сейчас я попробую глянуть, где он тут у меня валялся рядышком. Не могу, но покажу. Набор свинца. И этот... А, вот он он, да, кстати. И вот набор свинца хендосовский. И его здесь 0,4. Ну, это для такого крючка, конечно, очень уж очень тонкий. Поэтому я беру, что... Будем делать два слоя для нашего свинца. Но, так как у меня функция ротори, я ею, честно скажу, редко играюсь. Но иногда для такого свинца он очень мягкий и скотина рвётся. Поэтому для того, чтобы более-менее качественно мне его намотать, я должен использовать вот еле-еле небольшую вот такую натяжечку для того, чтобы его нам намотать. До колечка я не дохожу пару миллиметров. Опять промазываю. клеем. Здесь подожмём и придавим. Промазываю клеем. Можно обильно, можно не обильно. Это уже как вам будет удобно, потому что мы всё равно будем наращивать объём. Пока уберём наш клей. Ну, клей я уже неоднократно показывал, друзья. Вот, вы постоянно у меня спрашиваете и вот такой, чтобы не было проблем. Или же в крайнем случае есть более в меньшей упаковке, но я не пользовался им. Называется немножечко он по-другому, но клей такой же. То есть гелевый. И я делаю вот такую ступеньку и подбираюсь уже к серёдочке. Нам надо нарастить больше центр, чтобы он был у нас больше горбатый. кстати такая форма и для ручейника желательно использовать. При вот неудобстве я использую уже перодержатель. Всё, подтянули. Теперь что касается нитки. У меня я уже неоднократно показывал рассказывал есть вот такая я распускал. Её практически не видно. Это 0015. И для того, чтобы армировать и формировать тело у меня имеется вот такая. Все они светоотражающие, поэтому я при великим удовольствием стараюсь их использовать. Ну и как обычно закрепим у колечка. что я делаю? Я у колечка специально делаю вот такой шарик. Для чего? Для того, чтобы потом, когда я буду крепить усы у бокоплава, они у меня немножечко поднялись над колечком и не было у меня проблем. в основном бокоплав хорошо рыбанно реагирует на бокоплав, если у него оранжевая жопка. Поэтому оранжевая, но немножечко красная. Значит, у меня имеется, я отрезал вот такую полосочку, сделаем немножечко здесь так, можно было крепить. Так, сейчас, секунду, хвостик для начала, а потом а то я бегу впереди паровоза. Для зеленого бокоплава, который мы будем с вами делать, у меня есть два вида. Вот песца, как вы видите, один более яркий, второй более вот такой вот темный. Камера, конечно, офигенно передает. Ну, понятное дело, что он темный. Хотя баланс белого я делал. Что я делаю? Я беру небольшую щепоточку, буквально вот там так, чтобы меньше спички, гораздо меньше по толщине спички, отрезаю и вот эти хвостики, которые есть, я вот так беру кончики и выравниваю с тем мехом, который я срезал. Вот так. Почти, как вы видите, кисточка одинаковая. и теперь я могу спокойненько здесь уже закрепить. Почему я решил все-таки сделать этот фильм? Я здесь немножко изменил тактику вязания таких приманок в том смысле, что есть ряд таких моментов, когда ну вот оно хорошо, не портится ни материал, ничего. Вот я беру, сейчас мы давайте с вами опять крючок поставим в удобное положение, вот я подровнял опять кончик уже в другой и перевожу нитку сюда, выбираю для себя нужную длину, но креплю гораздо дальше, чем я бы хотел, потому что мы потом будем, когда крепить с вами пленку, у нас выйдет так, что место для того, чтобы нормально завершить мушку не будет, а этот вот наш материал я просто теперь таким образом выравниваю по всему телу, но мы же хотим, чтобы у нас низ был красным, а верх зеленым, поэтому немножко не годится делать чисто с зеленого писат, можно кролика, значит, здесь я беру, я уже показывал тоже вот такие наборы, я беру щепоточку, буквально совсем немножко, немножко оранжевого, вот, чуть-чуть, рассредотачиваю на нитке, закручиваю, подвожу к точке крепления и удерживая наш даббинг, формирую шарик, вот такой уплотнительный, теперь, чтобы красиво формировалось тело, нам нужна леска, можно проволокой, можно леской, кому как удобно, это не вопрос, леска где-то 0.12, 0.14, давно измерял, точно не помню, но где-то так, плюс-минус трамвайная остановка, главное, чтобы она была крепкая и обязательно увести под низ, потому что, когда будем сегментировать тело, крайне неудобно, нам будет потом все это крутить и этой ниткой, так как мне ее не жалко, она у меня не монтажная, а специально для того, чтобы я мог подровнять, разровнять, выровнять тело, я и хорошо, что она у меня светоотражающая, то есть это является подложкой для моего бокоплава, теперь я должен изготовить тело, как я уже говорил, двухцветное, ну, вот я показываю, это вот у меня жена тут разные пробы делала, я у нее выклинчил ангоры, вы можете использовать белый даббинг, ну, практически здесь ваш, как говорится, интеллект должен работать уже на вас, и поэтому хотите выберите так, хотите выберите так, хоть даббинг, хоть нитку, можно шерстяну, может, вернее, это, ну, понятное дело, ангура, есть шерсть, я имею ввиду, хоть для вязания, для рукоделия, какая будет, что дальше, мне нужно до моего, будем говорить так, передних усов, выровняем крючок, до передних усов, довести нитку, я опять так же все волоски я отправляю назад и вниз, и стараемся не делать жирных таких бугров, формируем тело, так, не хочет запуталась, оторвем, так, вот, эту лохматость лучше подниз, нитку, эту нитку я пропущу, вот так, и потом отрежем, которая у меня запуталась, и не было лохматых ниточек, вот, мы дошли с вами до места крепления усиков, чтобы не было у меня скопления материала, я делаю, ну, буквально, так, чисто символически, парочку оборотов, и буду крепить, и беру уже совсем другую монтажную нитку, которую я выполняю, я уже говорил это, для пошива спортивной одежды я покупал в специализированном магазине нитка французская, двойная, и скажу вам честно, просто обалденно, и по крепости, и по так как она светоотражающая, так, и удаляем теперь нашу нитку ангору, вот у нас готово, подровняем, что я теперь делаю, учитывая то, что без фломастера нам не обойтись, я, ну, у меня здесь есть вот такие маркеры, есть разные у меня там цвета, ну, скажу честно, очень хорошо себя зарекомендовали, но очень дорого, я подкрашиваю слегка, слегка, буквально слегка, сам горболь спинки, и нитку, обязательно, теперь для того, чтобы я мог перекрашивать, я из набора возьму вот этот прозрачный, он хорошо тоже отражает свет, буквально вот я взял, оторвал такую щепотку, и его теперь я должен вот так разложить, и удерживая руками, где у меня файн, тоненькая, вот я должен его тоже вверх вот так подкрасить, чтобы у меня было, был он зеленый, он хорошо красится, не вымывается, но цена по сравнению вот с такими маркерами, понятное дело, не соизмерима, ну это Романа Мозера, они достаточно сами по себе материалы дорогие, они этого заслуживают, мастер мировой величины, теперь натягиваем без фанатизма, вот так, как вы видите, вот наша спинка равномерно натянулась и следим за тем, чтобы мы не влезли на колечко, вот буквально там, где я и обозначил пару, тройку оборотов, для того, чтобы моя нитка никуда не убежала, я сделаю узелок узловязом, ну, как вы видите, так я узловязом и не обзавелся, у меня вот, как изготовил себе, так он и остался, все хорошие друзья поразбирали, что куплю, обязательно потом выпросят, я поворачиваю к себе в большей степени, вот так, чтобы был боком, потому что если вы начнете вот так строго вертикально делать натяжку лески, можете вырвать крючок, ну, по крайней мере, не знаю, у вас получается или нет, но у меня однозначно, так как я сегментируя тело, продавливая очень уж крепко, я почти всегда у меня зараза крючок отрывается, следим за тем, чтобы мы не утянули нашу пленку, ну, вот, допустим, можно рукой, а можно вот так, или этой, допустим, иглой, которую я изготовил, или вот я у жены тоже выклинчил такую щеточку, кисточку, подбирать тот материал, который у нас лезет под леску. Так сегментировать удобно и ручейников в таком положении, потому что мы натягиваем, как бы ломая крючок, но поломать его проблематично, и сегменты я выбираю для себя так, фривольно, так как ляжет рука, так и получается. Ну, желательно так, чтобы не было скопления материалов там, где не нужно. Дошли до этого места, перекрываю, я леску два-три оборота мы сделали. Теперь желательно нанести клей, так как это у нас важно, но у меня нитка уже цвет не красится, я подкрашу, потому что головка у нас зелененькая. Цвет зеленый или шартрес, скажу сразу, в воде, если она грязная, потом мало чем отличается. Так, убираем клей, чтобы не мешал. и здесь я делаю уже все, наша нимфа готова, делаю завершающий узел. отрезаем. Аккуратно удаляем леску, и чтобы не тратить время, пока клей у меня будет подсыхать, я беру зеленый маркер опять, и подрисовываю линию брюшка. Так, где у меня здесь тонкая, и я вот постараюсь верхней кромочке пройти, чтобы выровнять линию, где у меня должен быть зеленый, я прохожу, ну, поверху можно не водить, потому что это бесполезно, и беру красный наш, но для начала я должен вот это все вниз, начесать вот так, как вы видите, иголочкой лапки, имитацию вернее лапок, так, что лишнее, желательно оборвать вот такими движениями, и после этого только лишь я уже могу брать и уже где брюшко подкрашивать, подкрашивать свою бокоплава, так, и вот скажу сразу вот этот спиртовой маркер не вымывается, но желательно к силиконовым приманкам его не ложить, потому что от силикона все покрасится, так, чтобы не пачкать пальцы, а покрасить, я подкладываю, вот так, у меня уже клей подсох, мы можем спокойно обрезать, ну, можно дольше подождать, как вы захотите, клей вообще-то хорошо сохнет, аккуратненько поднимаем нашу пленочку, и не за один присест, а стараемся вот такими маленькими движениями натягиваем и подрезаем, можно пройтись еще, допустим, головку сделать более выразительной, ну, вот, вышел у нас вот такой, с красным пузиком, лапками, зелененький, если по каким, и колечку мы хорошо добираемся, если по каким-либо причинам нам вот кажется, что, ну, очень уж жирноватый, то можно спокойненько взять и в любой момент, вот, даже я вижу, что для меня он многовато, да, вот я обрезал вот такой кусок целый, так, и для того, чтобы более симпатичная была, у меня имеется вот такой, тоже хэнтесовский бесцветный лак, опять же, в пределах разумного я наношу поверх клея лак, снизу, и сверху лак, ну, вот, теперь надо будет ждать нам долго, пока он высохнет, ну, хотя, в принципе-то, вам и так понятно уже, что мы с вами очень быстро изготовили вот такого бакоплавчика, который играет достаточно хорошо, ну, а насколько он уловистый, сразу скажу, я не знаю, потому что попросили изготовить вот именно вот такую чебурашку, чебурашку. Благодарю вас за внимание, по возможности я постараюсь делать чаще фильмы, все зависит от того, что вы напишите и что вы хотите, главное, чтобы не влияло отключение света, ну, и постоянные обстрелы города Харькова. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч!